Добрый вечер, мы с Украиной. Первое. Не можем мы объявлять воздушную тревогу, потому что летит этот смерч или ураган, сколько там, полторы-две минуты. Мы пока собираемся ее объявить, оно уже как раз бахкает, вот одинаково приходит сообщение, и оно прилетает. Ну, ничего тут не сделаешь, орки вот такое вот нас обстреливают, хаотично продолжают. Что хотел бы я обратить внимание? Две вещи. Первое. Много есть сейчас территорий, которые там отошли, орки, сбежали, оставили свои обгорелые трупы там, и куча своих там заслуживцев в полях. Есть проблема. Проблема в том, что они своих не забирают, не всегда забирают. И если сейчас там морозы еще более-менее, то на весну-лето это будет наша проблема. В СП военные работают, но просьба тех, кто знает, первое, а, сообщать, где они лежат в посадках, их там есть где много, б, по возможности собирать, то есть в мешочке. Ну, мы же не звери, да, то есть это будет наша проблема, то есть, ну, это миф, что они там в удобрение превратятся, им семечки там надо засыпать, чтобы проросло. Нет, это будет долго, и потом трупный яд этот будет мешать нашей же посевной. Вот собаки много не съедят, волки тоже, то есть они их погрызут чуть-чуть, и они так и останутся. То есть это наша проблема будет, поэтому я прошу, там, кто волонтеры, кто это, придется их собирать и сдавать куда-то в рефрижератор, отправлять там их назад, чтобы их там по ДНК идентифицировали, то есть у них тоже есть мама. Вот, это первое, что я прошу, по всей территории по освобожденной. Второе, напоминаю, что за мародерство есть уголовная ответственность. Если раньше там выходили, кто-то там отбил технику, забрал к себе, это я понимаю, там, трофей, да, там, по колесам постреляли, напугали, кого-то застрелили, оттащили, починили, отдали военным. Но на данный момент в тылу это уже не трофей, в тылу это мародерство. Поэтому участились случаи, когда люди уже тоже перестали бояться обстрелов, и там, только полчаса, как прошли, уже все, там, люди аккумулятор сняли себе, пригодится в хозяйстве, колесо пригодится, не знаю, зачем им колесо, там, от какой-то спецтехники, никуда оно не пригодится. Поэтому я вас прошу, созванивайтесь с военными, говорите, где оно, помогайте им отвезти туда, если можете починить, чините. Но не надо это тащить в подвал, оно вам не пригодится. А нашим военным это очень надо, потому что они делают из этого зип, там, ремонтную базу, восстанавливают, снаряды заряжают. Нам очень нужны снаряды, чтобы им наваливать. Не надо их складировать у себя дома, то есть вы не умеете пользоваться, там, пушками, градами, оно бесполезное. Даже если он у вас есть, вы из него не выстрелите, потому что у нас система наведения, там, надо координаты и тому подобное. Кроме этого, так это не могу сказать, остановимся на этом. Все норм, прошу вас, пожалуйста, мы должны сейчас все вместе работать на армию. Поэтому, пожалуйста, помогайте, не надо, все, меняется ситуация. Я вас прошу, почему? Потому что сейчас по всей территории мы начинаем мониторить и словами, то есть, вот, куда ты тащишь себе в гараж, ну, наверное, пару раз еще там попрощаем кому-то, пока доинформируем, но потом уже будем наказывать, если кто-то себе там, как Плюшкин склад во дворе делает из спецтехники. Да, и пункты приема металлома можете не нести. Все, что вы туда нанесете, мы заберем и отдадим в армию. То есть, весь военный металлом никто продать не сможет. Я вас сразу предупреждаю, не занимайтесь ерундой. Продолжение следует...